...человека, ночь в музее продолжается, люди ходят, ходят и ходят. Вера сейчас переодевается, у Веры целый мешочек, там все шапочек и всего прочего. Мы сейчас прочитаем две маленькие пьесы девушки, которая совсем не учится у меня в театральном институте на отделении литературное творчество. Она артистка Центра современной драматургии, приехала из Москвы, вот как, кстати, и не устроит тоже. Приехала, понимаешь, в Москву, и так и застряла, и не устроит, и застряла. Сколько ты уже здесь живешь, Дима? Полтора года. Полтора года. Когда домой-то? Никогда. Кино уже начало сниматься. Вчера начали съемочную площадку в студии с 700, начальство 212. Стоит что-то знакомый человек, я думаю, кто это такое, мама дорогая? Дима не устроит играет белогвардейского солдата, белогвардейцы играла. Я говорю, как ты пролез туда, скажи, кто? А я являлся командира полка, ну естественно. У меня было три реплики, а у него ни одной не было. Или была? Не было. Ничего не говорил, только бегал. Газы, газы, кичал. Мы падали и умирали. Земли, земли. Дима, а вот озвучь, когда рак, сколько у тебя было? Коммерческая тайна. Я могу сказать, сколько я получил? А почему ты не можешь? 500 рублей. Да было написано же. Я получил, ушел из Ельцин-центра, где он работает в архиве, понимаешь, и ушел, и снимал скинуло за 500 рублей. А я, девочка, получил 10 тысяч. Ну правда, это кровавые деньги, должен вам сказать, потому что 10 часов мы снимали, я не знаю, по 5 дублей одно и то же. Какие-то у меня были сапоги малые, невозможно, нога заболела. Какая-то портупея, которая все время сползала, какой-то микрофон, который приклеен. И все это, и все это, и все это 5 дублей. Вот так ты стоишь там на площадке, лежало 10 трупов, они тоже по 50 рублей, по 500 рублей получили. Вот я мужа уговаривала, он не согласился ни за что. Я бы тоже не согласился, понимаешь. Но Белов, он у нас артист такой, ну как все, прижимистый, хотел сказать жадный. Нет, прижимистый. Вот он пришел и труп облежал, хотя в другой части этого фильма, он играет главную роль. Но вот тут пришел, прикрылся, и на него бросали землю. Когда бросали на живот, то они все ее раздрагивали. И доченька кричала, трупы не сдрагивайте! А вы бросайте, не бросайте им на причинное место. Я сказал, бросали им не на причинное место. А я стоял в команде полка и изображал, что я страшно переживаю из-за всего этого. Но меня переживал из-за того, что у меня болело на ногах. Ну, сняли. Но это какой-то странный вид искусства, честное слово. Мне он все время говорит, что кино – это клей и ножницы. Вот что на монтаже там будет, как намонтирует, так оно и будет. А как там артисты играют, это вообще не важно. Потом как-то там крупный план склеют, мелким или общим планом, или еще. Но все равно это было невозможно интересно, но как-то весело. Да и 10 тысяч рублей, знаете, на дороге не валяется. Выйди на улицу, попроси рубль, тебе никто не даст. А тут, понимаешь, не дали. И Таня Устюжанина, директор фильма, еще даже сказал, «Коля, давай мне эти 10 тысяч рублей. Ты стоишь в тысячу раз больше, прости». Я говорю, «Таня, спасибо тебе, деньги». Взял и пошел, все эти зарплаты выдал. Я выдаю пенсию, у меня 18 тысяч рублей. Гонорары мои привожу из Сербии, все отдаю артистам. И говорю им, «Цветочка на могилку не принесете». Баркай обещает принести. Пожалуйста, следующую пьесу написала Таня Завина, артистка Центра современной гранатургии. Две пьесы она написала. Эту пьесу представляет Лера Цветкин. Таня Завина, артистка Центра современной гранатургии.